Уважаемые дамы и господа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые друзья, в синий угол приглашается боец из города Новосибирска Максим Сульгин Человек, который владел поясом организации Firefight В этой весовой категории Потом потерял этот пояс и, я думаю, снова хочет вернуться к своей позиции Мы видим, он двигается к рингу Боец тренируется под руководством одного из известнейших также бойцов у нас Игоря Петрова, который и будет помогать ему секундировать в этом поединке Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников Синего углу боец из города Рига, Латвия Ему 30 лет Рост 180 сантиметров Без 77 килограммов, 700 граммов Профессиональный рекорд 21 бой 18 побед 2 поражения 1 личья Чемпион Литвы по кикбоксингу в разделе K1 Waco И по Muay Thai Станислав Макаренко Его соперник в красном углу Боец из города Новосибирск Ему 27 лет Рост 183 сантиметра Вес 77 килограммов, 350 граммов Профессиональный рекорд 5 боев 3 победы, 2 поражения Финалист чемпионата России по кикбоксингу 2014 года Бронзовый призер чемпионата России по тайскому боксу 16-го Обладатель Кубка России по тайскому боксу 17-го Чемпион фейерфайт 2017 года Максим Сулькин Профериль Эдгар Саря Уважаемые друзья, бойцы представлены Ну а я бы хотел сказать, что к нам присоединился Человек, который является почетным гостем Сегодняшнего турнира Это шестикратный чемпион мира по тайскому боксу Пятикратный чемпион Европы Человек, владевший титулом Глори, а в данный момент является Чемпионом организации ACB кикбоксинг и та же вице-президентом этой организации Артем Левин Добрый вечер Добрый вечер Это всего лишь часть твоих титулов, Артем Я, наверное, тоже скажу свое слово На самом деле сегодня для меня большая честь и возможность Данной поединке Это уже пятый турнир, насколько я знаю На фаерфайт И уже зарекомендовался Достаточно бескомпромиссные поединки И в принципе Нет какого-то предвзятого статейства А именно побеждает сильнее Да, действительно, так и является таким лозунгом Честные бои Честный бой Вот насколько я знаю, что вы с Игорем были одноклубниками Также представляли бойцов Кемеровской области У нас на чемпионатах России Много раз были в сборной России совместно И сейчас выступает его спортсмен Максим Сульгин Мы видим Как ты оцениваешь позиции бойцов Вот в данный момент в ринге Хотя начался очень поединок очень активно Без разведки начали поединок бойцы Причем как сотрудник с другой стороны Град ударов мы видим По-моему, уже по разу потрясли друг друга Что касаемо Максима Это уже такой-то матеревший профессионал Он является чемпионом России В этом году участвовал в чемпионате мира Да, уступил он во втором круге бойцу из Украины Который в дальнейшем стал чемпионом Абсолютно верно Ну и поединок был достаточно упорный, ровный Поэтому я думаю В дальнейшем У этого парня есть Хорошие перспективы Абсолютно верно Да, ну и показывает он яркие бои Конечно по профессионалам Совершенно соглашусь полностью с этим Но и соперник у него в данный момент Сегодня очень опытный Стас Макаренко Большое количество боев у него Мы видели его в турнирах King of King Такой очень турнир в Толя Пытается забрать центр ринга Хорошо, несколько ударов донес сейчас Максим Попал удар коленом Но плотно перекрыт Его соперник Стас Макаренко Поджимает И так из глухой защиты идет вперед Пошла заключительная минута первого раунда Подхват и очень плотный удар через защиту от Максима В этом бою можно ожидать нокаута Потому что очень острые атаки Как с одной, так и с другой стороны Оба бойца рискуя идут вперед Боряка тогда за центр ринга вроде Нарушечка выдавливает Станислав Оба бойца достаточно много работают на ближней и средней дистанции И тут очень опасно получается Такой гикбоксинг напоминает лучшие бои Золотой эпохи К1 Когда бескомпромиссно меняются атаками Да, обмениваются абсолютно верно Переходит инициатива от одного к другому бойцу У нас концовка первого раунда Первый раунд у нас закончен На мой взгляд, тяжело кому-то отдать бойцов По инициативу, кто-то, кто мог, возможно, выигрывать Артем, как, на твой взгляд, так прошел первый раунд Что-то следует нам ожидать во втором, возможно? Мне кажется, что с небольшим преимуществом Хоть Максим и отступал, но все же наносил больше количества ударов Ну и здесь нужно уже... И чему отдадут предборщение судей? То есть на количество, либо качество ударов? Ну, на мой взгляд, первый раунд за Максимом Ну и сейчас, я думаю, Игорь Петров Как ты говорил, мы были в сборной Мы с одного города И сейчас он уже зарекомендовал себя Как хороший тренер Так что, я думаю, он дал наставление своему бойцу И сейчас мы увидим уже... Ну да, действительно, сразу пошел вперед Максим Отличный лукик, он попадает на... Потерял немножко равновесие Да, рефери приглашает тренера Видимо, немножко... Слишком много вылили воды на Максима в перерыве Хорошая атака от Максима Но собран в защите здесь Стас Макаренко Нравится, достаточно остро Максим бьет коленом все время левым Но бьет-то в основном при плече, а не в печени Не достает, возможно, да, немного? Ох, как опасный апперкот Там сейчас подцепил Макаренко Отличный бой Правда, инициатива переходит от одного к другому бойцу Снова два удара попал здесь Максим И тут же пропустил левый джеб В поединках Максима Сульгина мы очень часто видим Когда он идет вперед, поддавливает сам Но вот в этом бою, мне кажется, немножко даже отдает инициативу И тянет на себя соперника он Ну, Стас сразу видно Физически достаточно сильный Такой хорошо сложенный боец И по этому ножу ударов, даже по тому звуку, который я слышу, когда он попадает Когда его удары попадают в цель, то видно, что боец очень физически сильный Поэтому его сложно столкнуть Да, и возможно, выбрали тактику так немножко тянуть на себя, дать возможность проваливаться Больше двигаться тогда надо, получается, Максиму Пробивать, смещаться Насколько я вижу и насколько я знаю, Максиму функционально он всегда хорошо готов Абсолютно верно, да Мы видели его поединки и чемпионские, когда он дрался в четверке И, в принципе, темп он мог держать как в первом, так и в четвертом экстра-раунде Мог взвинтить темп Ну, опять же, хорошо мы... Решать хорошо получается, когда у нас все получается Абсолютно верно, да Если же бой не складывается, то и начинает дыхание подводить Между тем, у нас пошла заключительная минута Быстро летит время в данном боедемке Да, очень зрелищный, насыщенный бой И вот как раз сейчас, мне кажется, чуть-чуть Максим подзал обороты Да, как раз так вовремя, так немножко накрутил темп Больше ногами работает Максим, здесь и колени, и лукик, и мидл А что касаемо Стаса, тут он больше акцент делает на руки Снова попадает лукиком здесь Максим Сулгин Нащупал он свою дистанцию, среднюю У нас концовка второго раунда Хорошая колена Действительно, да, воткнул его туда Максим Ну и второй раунд у нас закончен Побольше двигаться надо Максиму, на мой взгляд Потому что столкнуть не получается Стаса Нужно двигаться, бить, обманывать И где-то искать здесь свой бой Хотя, как на мой взгляд, то вроде поактивнее И поинтереснее смотрится Максим, хотя судим виднее Как я вижу, помогает секундировать ему Также прославленный боец из Екатеринбурга Гарри Калащан, чемпион России Димон, помоги мне с регалиями Да, но они также были в сборной вместе с вами в то время И поэтому, я думаю, он встречает Игоря И видятся они постоянно Это еще одна возможность пообщаться И также помогает он в этом бою Бойцу из Новосибирска, да Да, уже оба бойца закончили свою карьеру Но, как видим, мы поддерживаем отличные отношения Причем живут в разных уголках нашей огромной родины Ну, а у нас третий раунд Рефери призывает секундантов обтереть лучше бойцов Так как в перерыве было очень много вылета на них воды Пока каких-то признаков усталости мне не показалось Что показывали оба бойца Я думаю, третий раунд будет насыщенный, наверное Потому что, наверное, здесь надо вырывать победу Я думаю, каждый из бойцов понимает, что нет ярко выраженного преимущества На той или иной стороне Поэтому здесь нужно доказывать, что ты лучший Традиционно так начинается Оба перекрыты бойца Хорошо, плотно защитой Видим, и пошел вперед Максим Кузин Несколько ударов он попал В таком бою руки нужно держать всегда собрано Потому что чревато нокаутом Да, плотность боя очень высокая Удары летят с обоих сторон Хорошая атака от Максима Разнообразно работает ногами О, хороший такой хайкик в голову через защиту Но он плотно попал Такое складывается немножко впечатление Что почувствовал своего соперника Максим Кузин Чувствует он дистанцию Да, разнообразно работает руками Как с головы переводит на корпус Начинает двигаться Что, в принципе, и хотел я от него увидеть Все равно болею я немного Все-таки мы сибиряки Все-таки это боя Сигара Петрова Так же нравится мне, как работает Стас Потому что не сдается Да, бойцы оба настроены И как остро ответил сейчас левым боковым Чуть-чуть немножко так, скажем, заигрался чуть-чуть Максим И тут же его наказал за это Стас Макаренко Половина третьего раунда уже позади В таком поединке можно позволить себе расслабляться Здесь нужно быть собранным Сфокусированным Вот Как, например, сейчас Пытается даже поджать немножко канатом своего соперника Стас Макаренко Чуть-чуть больше минуты остается у нас до конца третьего раунда Пока такой у нас плотный, такой достаточно конкурентный поединок На мой взгляд, немножко небольшим преимуществом владеет Максим Сульгин Абсолютно с тобой соглашусь Потому что, как только я хочу сказать, что вроде бы Максим начинает выигрывать Как тут же я вижу атаку от Стаса Либо острый какой-то ответ И интересно, дадут ли люди дополнительные раунды Да, будет ли экстра раунд Я бы с удовольствием, в принципе, посмотрел еще раунд Потому что бой зрелищный, интересный Бойцы достойны друг друга Подвистал Максим, на мой взгляд Снизил он чуть-чуть так темп Ну, здесь надо подвигаться Не принимать, возможно, да, все удары на себя Потому что Лачков все равно набрал за этот раунд больше, нежели Стас И чтобы подвигаться, просто сохранить преимущество Ну, Стас, большой молодец До конца, до последней секунды Продолжал прессинг давить Будем ждать вердикта Да, будет ли у нас экстра раунд Или будет ли объявлен победитель после трех раундов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Справа и справа надо чуть-чуть чаще Справа и прямой, сразу атака Не с левой, а справа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы господа, и вновь аплодисменты участникам боя Мы видим ринг-анонсер Про микрофон Победу единогласным решением судей одержал Максим Сульгин! Да, единогласным решением судей победу одерживает Максим Сульгин Хотя бой был очень близкий, на мой взгляд Максим был интереснее Да, абсолютно верно, соглашусь Разнообразнее и интереснее А по количеству ударов, я даже не знаю Очень понравился мне Стас То есть я бы хотел его увидеть еще на реке Да Ну а мы ждем-ждем продолжения сегодняшнего нашего турнира Отличный бой нам предстоит Артур Горлов Представитель Кишенко Джим Да, нашего легендарного Артура Кишенко Да, одного из самых знаменитых бойцов На постсоветском пространстве Представитель Украины, чемпиона мира Звезды Ки-1 Ну и Артур Горлов Насколько я знаю, уже зарекомендовавший себя профессионал Боец, который может накрутировать Что можем мы сказать и о Кирилле Корминовой Да, я думаю, будет очень серьезный такой поединок Очень зрелищный И я жду его с нетерпением Ну а до этого нам предстоит посмотреть еще один поединок Весовой категории до 77 килограммов Который, в принципе, и в данный момент и готов Уже анонсировать для нас наш ринг-анонсер Дмитрий Раков Друзья, представляю вам победителя поединка Максим Сульгин сегодня с нами Сразу после ринга Максим, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями после боя Прямо сейчас что чувствуете? Ну, расслабление Я был в напряжении перед поединком Все равно в мыслях там Гонял целый день, готовился Сейчас уже все победил Все нормально Расслабление чувствую Максим, вы чемпион Firefight 2017 года Вот скажите сейчас Какова вероятность снова побороться за этот титул, за этот пояс? Как организаторы дадут Будем бороться в любом случае Я за этим поясом приду и заберу Но все-таки эта победа Она приближает вас к поединку за пояс? Думаю, да В любом случае Просто так нельзя сразу пояс проиграть И опять пойти за ним В любом случае Несколько поединков нужно провести Но сейчас, я так понимаю Что этот пояс разыгрывается В главном бою вечера Сегодняшнего Претендент только будет На этот пояс То есть еще В принципе такая Непростая дорога Еще к нему Еще побороться надо за этот пояс Потом они Будут за пояс драться Потом только я Может быть Если организаторы Сделают этот бой Я с удовольствием буду им биться Что скажете про соперника? Соперник? Ну, а что? Такой крепкий парень Но стоячий Проблемы особо не составил Вы сами видели Много бил Так Подвигался Продышался Все нормально Спасибо вам большое За ваше спокойствие За уверенность Максим Сульгин Победитель этого поединка Спасибо вам Субтитры сделал DimaTorzok